Им было не больше 10 лет, они ходили в школу, играли, были обычными детьми. Но 22 июня 1941 года пришлось повзрослеть. В преддверии 70-летия Великой Победы чебоксарские школьники встретились с теми, чье детство пришлось на годы войны. Ровно за неделю до начала войны Елене Ильиничне исполнилось 9 лет. Столько же, сколько сейчас этим ребятам. У нас папа ушел на фронт, мама сразу пошла работать. У нас в семье трое детей, я старшая. На этом мое детство кончилось. Детства больше у нас не было. Потому что надо было и школу, и надо было дома, и надо было чем-то накормить детей. А матери с утра до ночи на работе, им некогда. Они приходили, мы спим. Они уходили, мы спим. Они не видели детей. Ну как это, поплачут, они опять идут. Нине Сергеевне в июне 41-го было всего два года. Как началась война, она, конечно, не помнит. Но впереди было четыре долгих года, за которые она успела почувствовать, что это такое. Каждого почтальона встречали, пытались это что-то получить. Я даже рассказывала о такой случае, что я настолько была отцу дорога, что пришло письмо в сельский совет на имя Касаткина Нины Сергеевне. И входили в деревню и искали эту даму. Похоронка пришла, а после этого стали ходить снова письма. Оказывается, было ошибочно. А вот вторая похоронка пришла уже. И позже в похоронке прочитала, что отец погиб в день моего рождения. И вот все время думаю, как же вот он вспомнил в этот день или нет. В семье Александра Евсихеева было 10 детей. Он самый младший. Четверо братьев и сестер ушли на фронт. Вернулись только двое. У нас в деревне ни электричества, ни радио тогда не было. Телефон, единственный аппарат был у председателя колхоза в кабинете. А там находился круглосуточно дежурный курьер, исполнитель называли его. Значит, вот утром позвонили из района, что война началась. И он пошел по деревне, по всех. Ну, кто спал еще, кто уже не спал, постучался в окна и объявлял. Германия напала на нас. Началась война. Потом начали уходить уже мужчин, мобилизовать, вызывать одного, другого в военкомат. И каждый день провожание в армии тогда с песнями, прямо с плачем. На смерть же идут люди, на смерть. Как тут не плакать? Маленький был еще, все равно мы в колхозе работали. Мы посильную работу исполняли. Сначала нас, матери, брали с собой на прополку зерновых или других таможенных культур. Потом во время уборки убирать хлеб, серпами жали. У меня тут рубцы еще на пальцах до сих пор есть порезы. Серпами жали. Даже для нас, для детей, специально маленькие серпы были. Колхоз закупал где-то там. У всех свои истории, рассказывая их нынешним школьникам, дети войны желают одного, чтобы никому больше не пришлось пережить такое детство. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика.